Дальше шейх Баракаллауфикум упомянул хадис и говорит Автор сказал, что Муслим привел слова некоторых жен пророка Однажды пророк сказал, что если человек придет к прорицателю и спросит его о чем-нибудь, то его намаз не будет принят в течение 40 дней Во-первых, братья, что касается слов Рава Муслим На самом деле Баракаллауфикум риваи, которая упомянута в Муслиме, отличается от того, что упомянувший их здесь с двух сторон Первое, имам Муслим сказал И не упомянул слово То есть в Муслиме нету слова Тот, кто пришел к предсказателю и прорицателю и спросил его о чем-нибудь И поверил ему, слов нету в Муслиме Просто сказано Тот, кто пришел к прорицателю и спросит его о чем-нибудь В Муслиме пришло слово Но это проблем нету 40 дней, 40 ночей В Муслим пришло ночи Здесь упомянуто слово Поэтому с этой стороны тут не принципиально А именно принципиальный вопрос Почему? То есть в Муслиме нету слова И это очень-очень важный момент Ученые говорят Баракаллауфикум Почему шейх упомянул этот хадис и приписал его Муслиму Говорят, одна из двух причин Иногда Баракаллауфикум ученые упоминают тот или иной хадис Основа которому есть в одном из сборников То есть в Бухарии и Муслиме говорят Аль-Аслюху фи Бухарии Аль-Аслюху фи Сахи Аль-Аслюху фи Сахи Хайн Говорят То есть основа этому хадису в Бухарии Основа этому хадису в Муслиме Основа этому хадису в Бухарии и Муслиме Даже если ревая немножко отличается И поэтому некоторые ученые вот так вот, как бы немножко, как говорится, легко подходят и говорят, что права в муслим. Другие же Баракалуфикумы, это одна категория ученых, то считают, что тут не принципиально, потому что смысл, по сути дела, как они думают, не меняется. На их взгляд. Другие же ученые говорят, Баракалуфикумы, о том, что иногда тот или иной алим опирается на слова другого алима и берет из его книги. Как, допустим, имам Науи привел в Риад Сальхин этот хадис в таком же виде и приписал его к муслимам. Говорят, может быть, шейх взял у него, то есть посмотрел в Риад Сальхин и упомянул его, как бы доверяя передаче Науи Рахматуллахи Алей. То есть один из двух путей, о котором нам надо знать. И поэтому Талибал Алим Баракалуфикум, даже когда видят в той или иной книге, написано Раваху мусор, Раваху бухари и так далее и тому подобное, было бы неплохо, если бы он вернулся бы в эти сборники и посмотрел. Действительно ли есть этот хадис именно в такой форме в Бухаре и мусорми? Или же Баракалуфикум, может быть, есть какая-то версия, какая-то добавка, которых нет в Бухаре и мусорми? И мы сказали Баракалуфикум, важно на это очень обратить внимание, так как будет у нас разница в Ахкамах. Если мы увидим разницу в Риваятах, мы поймем разницу в Ахкамах. Давайте посмотрим Баракалуфикум, то Ривая, который упомянул шейх и приписал к муслиму, упомянуты три вещи. Первый Баракалуфикум Ман-Ата, тот, кто пришел прорицателю, приход. Второй сказал Фасааляго, спросил. Третий сказал Саддакого, поверил. И мы сказали, что более правильно, что в муслиме нету Саддакого. Поэтому здесь сказано о чем? О том, что пришел, спросил. И какой будет результат? Не будет принята молитва 40 дней. И, соответственно, разница в постановлении будет Баракалуфикум от разницы упоминаний Риваятах. О чем мы скажем дальше Баракалуфикум. Ман-Ата Ар-Рафан, тот, кто пришел прорицателю. Некоторые ученые Баракалуфикум говорят о том, что есть разница между Кахином и Ар-Рафом. Кто-то говорит, что принципиальной разницы нет. Но мы об этом будем дальше говорить. Некоторые говорят, что Кахин, предсказатель, это тот, кто говорит о будущих вещах. А Ар-Раф, прорицатель, тот, кто говорит о настоящем или же о прошлом. Кто-то же говорит Баракалуфикум из ученых, что Кахин и Ар-Раф, это как слово иман и ислам. Если упомянуты в одном контексте, то каждый из них подразумевает, несет в себе отдельный смысл. Как Кахин говорит о будущем, Ар-Раф говорит о настоящем прошлом. Если же упомянут отдельно, то он себе несет как первый, так и второй смысл. То есть принципиальной разницы нет. И вот в этом хадисе сказано Баракалуфикум о том, что если человек придет к прорицателю и спросит его о чем-нибудь, то его намаз не будет принят в течение 40 дней. По поводу, как мы сказали, поверить ему, в муслиме этого ревая нет. Следующий хадис, который упомянул шейха Наби Гурайра, передал следующее высказывание пророка, салаллаху, алейхи вассалям, кто пришел к предсказателю Кахину. Смотрите, здесь тоже следите, что слово «пришел». И поверил, сказано им. Поверил. Но чтобы поверить, он должен был его спросить. Здесь подразумевается, спросил и поверил. Он этим самым проявил неверие в то, что не спосла на Мухаммаду, салаллаху, алейхи вассалям. То, что упомянул в следующем хадисе, на самом деле это этот хадис, предыдущий от Наби Гурайры, передали 4, имеется в виду все, кроме Бухарии и Муслима. И также следующий хадис, который упомянул Хаким, что этот хадис достоверный, соответствует условию Бухарии и Муслима. Из этих трех хадисов Бара Калауфику мы видим три вещи. Пришел, спросил, поверил. И видим два хукма. Либо не принимается молитва 40 дней, либо становится неверующим в то, что не спосла на Мухаммаду, салаллаху, алейхи вассалям. Шейх задает вопрос, говорит, «Маль мураду би муназзаля алейх, салаллаху, алейхи вассалям». Что подразумевается под тем, что не спосла на Мухаммаду, салаллаху, алейхи вассалям. Шейх говорит, «Аль-Китабу ас-сунна», то есть Куран и сунна. Ответ «Магу аль-джамуа байна каулихи» Как объединить между словами пророка, А видите, шейх, у него ишкаль, проблема. По и на его взгляд, так как он тоже, как говорится, увидел, что шейх передал, как ревая от муслима. И поэтому получается внешне что противоречие. Между словами стал неверующим и 40 дней не принимается. То есть 40 дней не принимается, получается на 41 день принимается. Если на 41 день принимается, то человек не становится кафиром, правильно или нет? Если он кафиром, то как кажется, 40, 400 дней, 4000 дней, он все равно никогда молитвы не принимается. И словами становится неверующим в то, что не спосла на Мухаммаду. потом упомянив какая польза извлекается из этих хадисов и шейх отвечает объединить между этими хадисами можно следующим образом по мнению шейха то что понимание отсутствие принятия молитвы связан только с приходом к этому прорицать предсказателю и вопрос ему фибады риваят и сахих лам юз карфи алявс и шейх говорит в некоторых риваятах сахиха не упомянут этот лав какой в саддаков то есть более правильная версия хадиса который заканчивается словами не будет принята молитва 40 дней нету слова какого саддаков поверил ему понятно да у аль ваиду биль куфр что касается куфра угрозы куфра махмулина ламаджи его таздики то это понимаем и как если пришел спросил и поверил и это хак это истина иншалла поэтому ученые барак луфикум давайте опять вернемся пришел спросил и что поверил однако что касается слова спросил братья пришел и пришел и спросил ученые говорят нет есть вещь в пришел и спросил который не то что не является кофром не говори нет не не то что и не касается вопрос еще не принимается молитва а наоборот даже является желательным когда если кто-то пришел предсказатели чтобы испытать его и указать этим самым на его ложь на то что он является аферистом то в этом никаких проблем нету то есть ты пришел и задал ему вопрос каким намерением чтобы выявить его ложь чтобы выявить его ложь опозорить его перед другими людьми и в довод ученые приводят встречу пророка салаллаху алисалям с ибнус саядом о котором пророк салсам думал что он является даджалом и он сказал ибнус саяду скажи слово которое я сейчас задумал этот наш год дух опрос сам задумал слова духан и он сказал заткнись ты не перейдешь свои границы сказал ему пророк салаллаху алейхи вассалям и поэтому если приходит человек где-то сидит гадалки так далее он приходит и начинает ей задавать вопросы чтобы ее опозорить то в этом никаких проблем баракала уфикум нету это первый момент второй момент пришел к предсказателю кто-то чтобы просто посмотреть спросить ради интереса а не для того чтобы ему поверить нет я не верну просто мне так интересно что он скажет и похож на это тот человек который заглядывает в гороскоп и говорит да а я не верю в эту чушь мне просто интересно я родился в таком-то созвездии что про такого как я говорят что его ждет на этой неделе да не это все чушь но мне просто интересно посмотреть он пришел чтобы посмотреть об этом человеке сказано что у него молитва не принимается 40 дней просто ради интереса 40 дней не принимается молитва и ученые говорят баракалу фикум что 40 дней ему не будет записано награда и кто так это чем молиться если награда не написано это как человек который провинился на работе ему говорят 40 дней будешь без зарплаты работать а если он вообще откажется работать его уволят точно так же если скажешь а 40 дней награды не будет тебя уволят из ислама если так можно выразиться баракалу фик то есть 40 дней он будет молиться ему не будет никакой награды за то что он совершил такой ужасный поступок у алия зубеля значит первый тот кто пришел для того чтобы указать на его лошадь это дозволено второй вар тот кто пришел ради интереса или как мы сказали что даже относится тот кто заглянул журнал тот кто увидел рекламу у него вылезла гороскоп просто нажал просто нажал просто нажал это пришел 40 дней молитва не принимается у алия зубеля а представьте еще если не дай лох ты умрешь во время этих сорока дней до чего ужасно у тебя положение будет на салла аляфа и эти баракалу фикум 40 дней молитву по единогласному мнению ученый человек не перечитывает он просто как говорится ходит без зарплаты работы третий баракалу фикум момент тот кто пришел к предсказателю спросил и поверил ему думая или будучи убежденным а пришел спросил и поверил но он убежден в том что этот предсказатель сам по себе о скрытом не знает но он может знать о скрытом потому что джинны своровали ему сообщили это его акида вот тут ученые баракалу фикум говорят то есть те которые опираются на хадис и поверил ему то есть те которые говорят из-за того что многочисленное число путей этого хадиса и они подкрепляют друг друга и считают что тот ходи с которым сказано тот кто пришел предсказателем и спросил его у него не принимается молитва 40 дней то есть из этих из этой добавки не принимается молитва 40 дней понимаю что он не вышел из славы значит его куфр куфр какой маленький но куфр маленький боже может быть только тогда когда он понимает осознает что этот камень сам по себе не знает о чем о том о скрытом но он узнал путем через жинов другие же у ляма говорят опять же опираясь на доселе садревая нет мы не говорим небольшой немаленький небольшой немаленький шерк небольшой немаленький шерк она талаков просто молчим говорим это куфр и все вот как есть и говорят это будет лучше повлиять на то как угроза на людей чтобы они этого боялись и последняя барак луфикум четвертая степень тот то пришел колдуну предсказатель спросил его и поверил ему будучи убежденным в том что он знает скрыто это человек однозначно вышел из ислама то есть совершил куфр который выйдет и выведет его из ислама и под этим подразумевается лишь об этом сказал пророк стал неверующим в том что не спосла на мухаммаду почему потому что тот человек который убежден в том что этот представитель предсказатель знает скрытым получается он не верит слова всевышнего господа где он говорит куляй алимур гайба манфис самовать куляй алимур манфис самовать валярду гайба или аллах скажи не знает никто из тех кто на небесах и на земле не ведает о сокровенном кроме всевышнего господа субахану от али и все подобные аяты то если не верить всем подобным аятам баракалуфикум если баракалуфикум не каждый человек не надо подвергать себя баракалуфикум в этом есть у человека есть какие-то знания и так далее то подобное мало ли вдруг то о чем ты спросишь он тебе скажет потому что джины ему сообщили и представляешь фитна какая для людей будет баракалуфикум то есть это это делаешь надо делать это грамотно как допустим шейх альбани рахматуллахи алей однажды пришел к нему один так называемый предсказатель и он говорит шейху альбани я хочу с тобой подискутировать шейх альбани сказал хорошо договорились но при одном условии и шейх замолчал итоги каким условием тот предсказали это а как при каком условии быть ты же сказал что ты знаешь скрытое ты должен знать это условие фасов алафа будет альдови кафр как говорится без слов остался этот неверующий валия зубиля что касается слов дальше шейхет майюстафа думин аль-хадид какая польза извлекается из хадиса 1 куфру каин неверие предсказатель или прорицатель валь арафа предсказать прорицать ванах видимо и подобным людям ляна умия дауна айлм аль-гай потому что они заявляют о том что они знают скрытое аль азиста афара лава бельми а которым знает только всевышний аллах спанаталь второе тахрим уйтиян илька кухан указание на запрет идти к предсказателям прорицательным и соответственно все что несет такой хуком как мы сказали смотреть на что на гороскопы васу али им то есть и спрашивать вот таздики им верить им вальву аид шадид аля валики мы видели какая страшная угроза тому кто делает подобное третье куфр ман я атих мой саддиков указание на неверие те кто приходит к ним и верит им четвертом нуля я чтами у таздикуль каин маль итьян маль имани и куран то что невозможно совместить веру прорицателю или предсказатель с верой в куран в аллаху алим идика от Kultur Продолжение следует...